Как прорастить орехи из магазина в домашних условиях? Итак, покупаем в магазине обычные орехи. Они должны быть обязательно этого сезона. То есть осенью их должны собрать не в прошлом году, а именно в этом году. Берем зубочистки, ломаем их пополам. И смотрим внимательно на орех. В одном из мест ореха есть более острая часть. Вот она здесь. Здесь на этом орехе плохо заметно, но относительно попки все-таки можно отличить. Орех нужно немножко сжать, либо инструментом это сделать, если орех совсем толстокорый. И острой частью вставить зубочистку в орех, чтобы здесь получилась небольшая щелка. Так я делаю со всеми орехами, которые хочу прорастить. Вот таким образом. Кладу орехи в небольшой контейнер, банку, миску, что вы хотите. Добавляю холодной воды. И разбавляю горячей водой. В результате должна получиться не слишком горячая вода, чтобы можно было палец держать в ней. Просто сильно теплая вода должна получиться. Вот это подходит. Далее я кладу что-то тяжелое, чтобы полностью орехи утопились все. Ну или максимум, насколько возможно. Закрываю пленочкой, либо крышкой. Самого контейнера. И кладу в очень теплое место. Например, около батареи, за холодильником. Или еще куда-нибудь на печку. Вот. И два дня я храню вот в таком состоянии. Далее воду сливаю. И 2-3 недели держу в контейнере с закрытой крышкой и небольшим количеством воды на дне. Причем периодически раз в 3-4 дня заглядываете в контейнер и проверяете, что там есть вода. Что она не полностью высохла, либо наоборот, если вы доливаете, чтобы вы не залили орехи, тогда вероятность прорасти их, конечно, значительно меньше. И через 3 недели у вас уже появятся небольшие росточки. Сейчас здесь вот появится новое видео. Уже результаты нашего проращивания. Посмотрите его. Итак, вот орехи простояли уже несколько дней и впитали влагу. Хорошим индикатором этого является то, что орехи опустились на дно. Если какие-то орехи у вас за это время не опустились на дно, это значит, что их можно просто выбросить. Сажать их не стоит. Они не взойдут. Орехи сейчас заворачиваем в салфеточки и кладем в тот же контейнер. В салфеточки для того, чтобы какая-то влага накапливалась и не уходила быстро. Ну, достаточно вот так вот немножко просто разбавить, чтобы салфетки были хотя бы слоями. Вот так вот сделать, чтобы они не подсушивались сильно. И добавляем на дно немножко воды. Просто вот, чтобы они слегка были влажные, чтобы воды не было много. Собьем излишки, чтобы просто было влажное, чтобы воды прям такой особой не было. Так, и закрываем пищевой пленкой. Вот то, что у нас получилось. Пищевой пленкой хорошенечко заматываем, потому что стоять будет довольно долго. Нужно будет положить в теплое место на примерно две недели. Причем, за эти две недели вы должны несколько раз открыть упаковку и посмотреть, чтобы орехи не высохли полностью, чтобы была какая-то влага оставалась. Если недостаточно, добавьте водички. Если слишком много, прям вот осела вода там в контейнере, то тогда вылейте. То есть, перезабытка тоже не должна быть. И через две недели, максимум три недели, у вас должны прорасти первые росточки. Итак, я продержал всего лишь неделю, но уже заметил неплохие результаты и решил показать вам. Откроем, и вот росточек. Соответственно, можно сажать вот так вот на ребрышка. Пахнет какой-то зеленкой. Вот этот тоже отличный. Я продаю вам отдельный малышок. Какой малышок. Смотри, Даш. Да. Корень огромный. Да. Ничего себе. Вот это да, уже начал росточек расти. Нежненькие. У ореха очень нежные росточки, очень нежные корешки. С ними нам надо прям вот очень-очень аккуратные. Вот они среди салфеточки. Так, значит, вот у нас уже начал росточек расти вот здесь вот. И корешок огромный. Так, ну, отбраковываем все вот эти три ореха. Эти, в принципе, тоже какие-то странные. Тоже отбраковываем. Их убираем. К сожалению, бракованных довольно много оказалось, потому что я плохо смотрел за всем. Не наблюдал. Леш, внеси-ка пакет на кондиционере. Еще земля есть. Принеси, пожалуйста, ее. Так, и сажаем. Да. А мы пока что сажаем. Значит, вот у нас земля. Сажаем на бок. Я буду для экономии места сажать в несколько рядов, потому что у меня не хватит места на все и вся. Хотя... Может быть и хватит. Наверное, хватит. Суть в этом того, что я многие бракую. Давайте попробуем, что-то хватило. Так, вот вверх. Ставим вот так вот. Ребрышком. Здесь корешочек туда заведем поглубже. Вот так. Очень-очень нежные корешочки, безумно нежные. Надо с ними очень аккуратно обращаться. Да я тебя уже потерял, честное говоря. Вот этот огромный корень. Сейчас поможем ему. Это будет непросто. Вот так. Ну-ка. Огромный корень. Огромный орех. Так, ну что ж. Вот как-то так. Эти совсем в край. Чуть-чуть корешок засунем под землю, чтобы он тушную влагу получал. Ага. Вот так вот. А это чувак вот. Вот так. И росточки пусть торчат у нас. Это не страшно. А ты... Так, ну что ж. Вот у нас... Это палочка. Так что землю набирают. Такие. Ну, тут в принципе тоже можно куда-нибудь впихнуть. Мало ли прорастет. Опять же ребром сажаем. И сейчас обильно прольем водой. И будем ждать сходу. А вот и результат нашего выращивания грецких орехов. Прекрасные росточки. И вот сколько проросло. Предпосадка орехов настоятельно рекомендую замочить в легком растворе марганцовки. А вот здесь вы можете посмотреть новые видео, которое вышло на канале. ой, оно действительно появилось. Ничего себе. Вот волшебство. И плейлист. Да что ж такое. Нажимайте скорее на него, а то меня не видно. Совсем.